27 февраля в Центральном офисе компании «Белла Восток» состоялась вторая международная конференция по долгосрочной опеке. Тема форума была посвящена вопросам оказания медико-социальной помощи пожилым людям. В нем приняли участие руководители департаментов министерств, представители учреждений здравоохранения и социального обслуживания из 40 регионов России, а также Польши, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии. Такое мероприятие особенно значимо для профессионалов, занятых в палеотивном уходе. Ведь подобный обмен опытом между коллегами из разных стран – очень важный аспект построения системы долговременного ухода в России. Общество стареет. Мы являемся специалистами, у нас есть продукты, которые именно предназначены, мы строим платформу для того, чтобы можно было более качественно и комфортно оказывать уход именно для больных, лежачих больных и для пожилых людей. Организовано мероприятие благотворительным фондом Российского Красного Креста и Европейским Центром долгосрочной опеки. Жилых людей становится во всех странах, в том числе в России, особенно в Центральной России, все больше и больше. Они живут дольше, и дай бог им жить еще дольше, но со здоровьем у них не очень хорошо. Многие из них нуждаются в посторонней помощи. Как эту помощь организовать? В какой форме? Кто за эту помощь должен платить? Сколько должен платить? Откуда брать деньги? Все это вопросы, которые будут сегодня обсуждаться в контексте зарубежного опыта. Одной из тем поднятых на конференции стала программа работы с подопечными, которые страдают когнитивными нарушениями деменции и болезнью Альцгеймера. Самая сложность составляет сопровождение родственников, потому что они сталкиваются с историей, которой ничего не знают. И часто они говорят так, ну почему же доктор мне не рассказал, что меня ждет? Это очень сложная, большая, всеобъемлющая тема, и хорошо, что у нас есть возможность пропагандировать ее, поднимать эти вопросы. У участников конференции была возможность примерить костюм пожилого человека или тренажер эмпатии. Он состоит из специальных наушников, имитирующих глухоту, очков, снижающих видимость, а также утяжелителей, которые позволяют добиться эффекта неторопливости, неустойчивости и, как следствие, замедленного передвижения. Такой костюм дает возможность любому человеку на собственном опыте почувствовать все физические ограничения, которые накладывает инвалидность или преклонный возраст. То есть, что касается шейного там отдела, действительно, то есть, выгнуть вот так вот, согнуть, то есть, это действительно проблематично. Не говоря уже о том, что я с трудом, наверное, вас слышу. Не надо двигаться по-другому, обратите внимание. Он напоминает как раз такого сагбенного старика. Это мероприятие позволяет установить новые контакты между российскими и зарубежными коллегами, обменяться мнениями, поднять сложные вопросы и выработать новейшие стратегические решения в области долгосрочной опеки и палеотивного ухода. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.